В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О ситуации с ковидом, смертности, нехватке врачебных кадров. Главный врач КБ номер 50 выступил с докладом на думской сессии. ЕГЭ без волнений, как подготовиться к государственному экзамену. Дом, в котором мы живем, приют для кошек, выиграл грант на развитие детского волонтерства. Далее расскажем обо всем подробно. О ситуации с медициной в Сарове на очередной думской сессии с докладом о состоянии дел в КБ номер 50 выступил главный врач. Игорь Лошманов рассказал о борьбе с коронавирусом, основных причинах смертности и привел данные статистики. Смертность растет, а рождаемость падает. Неутешительную статистику озвучил главный врач КБ номер 50, выступая с отчетом на заседании Городской думы. Такая же тенденция прослеживается и в Нижегородской области и в целом по стране. Максимальная смертность, минимальная рождаемость и естественные убыли населения. Вот таких цифр не было. Обратите внимание, что это все за последние два года, 20-21 год. Ковид нанес сильный удар системе здравоохранения. Была отменена плановая медицинская помощь и профилактические мероприятия в поликлиниках. Отсюда в том числе и рост смертей. Затронул Игорь Лошманов и проблему нехватки кадров. КБ номер 50 своими усилиями успевает восполнять только естественную потерю врачей, но не среднего медперсонала. При наличии собственного медицинского колледжа обеспеченность медсестрами активно снижается. Работаем сейчас на этом направлении. Связываемся с Арзамасским училищем, с Темниковским училищем, с Помцем Нижнего Новгорода, который сейчас тоже проводит обучение среднего персонала. В настоящее время у нас в амбулаторно-поликлинической помощи терапевтов и педиатров 10 человек потребность. Требуются также онкологи, офтальмолог, детский хирург и эндокринолог, травматолог и другие врачи. Со своей стороны у КБ номер 50 разработана целая программа по привлечению молодых специалистов. Для них покупают служебные квартиры, пока их 20 и все заняты. Но в этом году на средства Росатома закупят еще три. Молодым специалистам выплачивают единовременную премию при переезде, компенсируют съем жилья, если требуется. Предоставляют беспроцентную суду на покупку квартиры. Любая узкая специальность получается только через ординатуру. Это два года обучения. Причем целевая ординатура – это ограниченное количество мест. Все остальное – платная ординатура. Я говорю, мы готовы нужных нам специалистов учить за счет средств учреждения. Главный врач также рассказал о предстоящих ремонтах в КБ номер 50. Работы в первой и второй поликлиниках уже идут. Скоро начнутся и в детской. Запланирован ремонт здания инфекционного отделения, терапии и туберкулезного корпуса. В прошлом году в КБ номер 50 появились новый компьютерный томограф, аппараты ЭКГ и УЗИ, рентгены и маммограф и другое современное оборудование. Также в ближайшее время планируют приобрести аппаратуру для борьбы с онкозаболеваниями, автолематологический лазер, реанимационную систему для новорожденных и так далее. Кроме того, Игорь Лошманов вручил благодарственные письма за помощь больнице в период пандемии, председателю дома Антона Ульянову и члену молодежной палаты, волонтеру, который помогал с доставкой лекарств Артему Гринину. В Саров приедет детская писательница из Екатеринбурга Елена Ленковская. Встреча с ней пройдет в пятницу 27 мая в 14.30 в библиотеке имени Пушкина. Речь пойдет о современной подростковой литературе, искусстве и психологии для лиц старше 12 лет. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В ближайшие дни заморозки придут в Нижегородскую, Московскую, Тверскую, Владимирскую, Рязанскую, Саратовскую области, а также в Башкортостан, Мордовию и ряд других регионов Европейской части России. Об этом сообщил научный руководитель гидромедцентра России Роман Вильфанд. По его данным, везде вплоть до 26 мая ночная температура будет опускаться до отрицательных значений. За парковку на газоне предусмотрена ответственность. Участились обращения в администрацию от горожан, которые жалуются на оставленные на озелененной территории дворов транспорт. Согласно закону об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области, правилами благоустройства территории города Сарова машины нельзя ставить на детских, спортивных, хозяйственных площадках, газонах, озелененных территориях, пешеходных дорожках. За это предусмотрена административная ответственность. 19 июня в России будут отмечать День медицинского работника. В преддверии праздников КБ номер 50 пройдет выставка детских рисунков «Герои в белых халатах». Медики приглашают юных саровчан принять в ней участие. Формат работы А3 или А4. Рисунки могут быть выполнены красками, фломастерами, карандашами, мелками либо аппликацией. Желательно указать название рисунка, имя автора и возраст. Работы будут представлены в холле детской поликлиники на улице Курчатова и в социальных сетях клинической больницы. Принести рисунки можно в поликлинику на Курчатова 36 в кабинет 215 или в поликлинику на проспекте Октябрьском 6 в кабинет номер 10. 26 мая выпускники будут сдавать первый государственный экзамен. С каждым годом итоговый срез знаний усложняют, меняются задания, правила оформления бланков, становятся более строгим наблюдением за экзаменуемыми. У ребят, которые вот-вот будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ, практически нет шансов обойтись без волнения. Как помочь саму ребенку справиться с ним? 26 мая у 11-классника Андрея первый экзамен – литература. Конечно, переживание дает о себе знать. Именно сейчас ему хочется как можно больше выучить, прочитать, прорешать и устранить пробелы в знаниях. Хотя времени осталось немного, школьник все-таки старается не поддаваться панике и не впадать в крайности. Андрей философски подметил, что ЕГЭ – это только один из этапов в жизни 11-классников. ЕГЭ – не конец жизни. Это очень важно. Но, во-первых, его можно пересдать. Во-вторых, существует много профессий, куда ты можешь пойти, окончить, в среднеспециальное образование или даже не получая высшего образования. Нужно относиться к ЕГЭ абсолютно спокойно, потому что это экзамен, который проверяет твои знания. И если ты учил, скорее всего, ты сдашь хотя бы на минимальный балл. Накануне экзамена можно еще раз пробежаться по основным моментам учебного материала, повторить то, что вызывает трудности. Но вот наверстать упущенное за несколько дней до экзамена вряд ли получится. Плюс это принесет дополнительный стресс. Лучше накануне экзамена немного отдохнуть и настроить себя на позитивный лад. За неделю лучше хорошо поучить. А за день до экзамена я бы советовал не заниматься вообще предметом. Выйти погулять, подышать свежим воздухом, пообщаться с друзьями, настроиться как следует. Нужно понимать то, что если ты не напишешь экзамен, вдруг такое произошло, ничего в твоей жизни такого существенного прям не произойдет. Ты можешь переписать экзамен через год. Как только вы переступите порог аудитории, постарайтесь сосредоточиться только на выполнении экзаменационных заданий. Начните с самых простых для вас вопросов, чтобы размяться и оставить побольше времени на решении сложных задач. Не пренебрегайте черновиком. Так вы можете избежать досадной ошибки в бланке. Могут попасться задания, которые ранее как-то не освещались в сборниках, например, или еще где-то. Но все они строятся на одном и том же типаже задач. То есть, если человек до этого как можно больше вариантов прорешал, то я думаю, что ему под силу будет все-таки хоть как-то, но решить задачу. Главное – отгоняйте от себя негативные мысли и найдите поддержку у друзей и родственников. Их добрые пожелания помогут справиться с волнением и неуверенностью. Одиннадцатиклассникам скоро предстоит попрощаться не только со школой. Учреждения дополнительного образования в эти дни тоже устраивают выпускные для своих выросших воспитанников. Занятия в ДДТ в этом году закончили 26 ребят из объединений «Серебряная перышко», «Литушка», «Журналистика», «Золотая игла», «Звездопад», «Юный лингвист» и «Фотостудии Мир». Все они получили свидетельство о дополнительном образовании и памятные подарки. Алина Тавторкина занималась в вокальной студии «Звездопад» 12 лет. А еще два года она посвятила фотографии, фотостудии «Мир». Дворец детского творчества открыл перед Алиной много возможностей. Подарил бесценный опыт, знания, единомышленников и друзей. Сейчас девушка заканчивает школу и параллельно завершает обучение в ДДТ. Я с самого детства хотела стать певицей. Ну и сейчас я понимаю, что, скорее всего, эта мечта малореализуема, но вокал навсегда останется со мной. Это увлечение будет идти со мной по жизни. Вот, я очень благодарна своему педагогу Аверкину и Светлану Алексеевне, потому что мы вместе пережили огромное количество конкурсов, очень много наград было получено и, ну, это прекрасный опыт жизненный. Во Дворце детского творчества 26 выпускников из семи объединений получили свидетельство об окончании дополнительного образования. Все ребята без пяти минут выпускники из общеобразовательных школ, поэтому мероприятие было для них вдвойне волнительным. Своих выпускников поздравили и преподаватели объединений. Впитывайте себя сейчас, все, у вас такое время сейчас, когда вы можете много-много для себя принять, в себя впитать и сделать. Растите, растите над собой, растите выше нервы. Я вам желаю удачи и всего самого доброго из мира. О каждом выпускнике педагоги подготовили краткие рассказы, в которых подчеркнули отличительные и уникальные черты своих воспитанников. А еще ребята отвечали на вопросы ведущих и вытягивали добрые напутственные пожелания. В течение этих лет наши педагоги неформально, от всей души и с открытым сердцем всегда заходили к вам в аудиторию и давали вам знания, передавали свой интересный опыт, который имеют, которым готовы делиться безразмерно. Церемонию вручения свидетельств о дополнительном образовании во Дворце детского творчества завершили общей фотографией. Светлана Юрунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Дом, в котором мы живем. Проект приюта для кошек «Мордом» победил в грантовом конкурсе «Православная инициатива». В летние каникулы на базе приюта откроются школы юного волонтера, а также пройдут Дни открытых дверей и другие мероприятия. Аризона, Пухля, Жулик, Ася и Тася. У хвостатых подопечных «Мордома» разная судьба. Кому-то из них на долю выпали тяжелые испытания, от которых котики до сих пор не могут оправиться. Каждый из них хочет попасть в любящую и заботливую семью. Но пока кошки и коты ждут в приюте своих будущих хозяев, их общение с людьми сведено к минимуму. Поэтому приют «Мордом» ждет всех желающих, кто готов пообщаться и провести время с животными. «Люди могут сюда подойти, сначала посмотреть, определиться, потом уже прийти забрать. Либо, например, те же самые экскурсии, которые мы проводим, они также играют большую роль в том, что у нас ребята приходят, им кто-то очень понравился, родителям, потому что ребята у нас приходят с родителями, родителям кто-то очень понравился. Соответственно, они потом приходят и уже забирают это животное». В этом году приют «Мордом» стал призером конкурса «Православная инициатива» и выиграл грант на реализацию проекта «Дом, в котором мы живем». В рамках проекта волонтеры приюта проведут ряд городских мероприятий. Одно из них – это школа юного волонтера. Для участия приглашают детей и подростков от 10 до 17 лет. «Предполагается проведение теоретических и практических занятий со школьниками. Теория будет включать в себя основы ухода за животными, их правильного кормления, лечения, как за ними ухаживать, как социализировать. Практические занятия, соответственно, будут уже в приюте. То есть ребята уже смогут познакомиться с нашими подопечными». Ряд занятий проведут кинологи из клуба «Акбар» и ветеринары клиники «Свой доктор». Занятия пройдут в воскресные дни в течение лета. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки. «Помимо школы юного волонтера предполагается проведение праздника в парке имени Зернова. То есть это будет большой праздник, который также будет посвящен животным. То есть также будет там теоретическая часть выступлений ветврачей, кинологов. Также это будет знакомство с животными приюта». Также проект «Дом, в котором мы живем» включает в себя проведение экскурсий для коллективов школ и детских садов. Часть средств гранта пойдет на закупку кормов и лекарств для кошек. Чтобы записаться в школу юного волонтера или узнать информацию о других мероприятиях приюта, звоните по телефону 8 930 716 88 27. После 16 часов в рабочие дни. 27 мая в Сарой пройдет «Ночь музеев». Свои двери для жителей города откроют и частные мини-музеи, и муниципальные площадки. Вход на все мероприятия бесплатный. Что нам предложат музеи в этом году, узнала наша съемочная группа. К ежегодной акции «Ночь в музее» присоединятся несколько городских площадок. Помимо самих музеев, это и библиотека имени Маяковского, и православное творческое объединение «Мир» и художественный салон. 27 мая гостей ждут музей ядерного оружия «Арфятсвнеев», музей-квартира «Академика Харитона», военно-исторический клуб «1945». Насыщенную программу подготовил и городской музей. Там с большой концертной программой выступят учащиеся музыкальных, вокальных и театральных отделений детской школы искусств города. Творческие мастерские, как всегда, которые будут проходить и внутри музея, в его помещениях, в экспозициях, так и мастерские под открытым небом, уже полюбившиеся нашим гражданам худница, а также впервые у вас появляется лошкарная мастерская. Гостей ждут квесты, интерактивные площадки, семейные экскурсии, а также открытия выставки художественной керамики «Я люблю этот мир» Снежаной Калинкиной и Инной Мильхиной. На все творческие мастерские и мастер-классы посещение по предварительной записи. А в художественной галерее участники ночи в музее смогут перенестись на побережье моря. Тема этого вечера – морская. Мы распишем большие морские фигуры, которые дети с радостью унесут домой, своих кальмаров, черепах, морских звезд, морских коньков, осьминогов. В творческих мастерских фойе и на балконе будут сделаны осьминоги. Мы выпускаем кракеном. На первом и втором этажах художественной галереи пройдут экскурсии по выставкам «Мои голубые небеса» Петра Безрукова и экспозиции «Море цветов» Саровских художников. В концертном зале пройдет несколько кинопоказов. Анимационный фильм «Гафманиада» и киноспектакль «Хаджана Средин». Проекта «Золотая маска в кино». А еще у гостей есть уникальная возможность отправиться в путешествие по проспекту Мира с архитектором Александром Облесимовым. Запись на экскурсии и мастер-классы обязательно. Справки по телефонам городского музея 769-65 и художественной галереи 702-87. Без возрастных ограничений. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова